Привет, я Ани Мэджик, со мной тут как всегда мои питомцы Мы продолжаем снимать для вас челленджи Ставьте обязательно лайк, если вы хотите еще каких-нибудь эпичных ночей с нами где-нибудь И пишите в комментариях, где и, пожалуй, самые безумные идеи мы реально воплотим В нашем телеграм-канале обязательно туда приходите, если вы хотите со мной общаться Недавно кто-то предложил идею ночь на лодке По-моему, это гениально И там же в телеграме многие пишут мне про мой альбом, который вышел из шести треков И я не устаю радоваться вашим комментариям Спасибо вам огромное за вашу поддержку меня в музыке Потому что меня это очень-очень сильно вдохновляет Кто еще не слышал, оставлю ссылку где-нибудь, например, в закрепленном комментарии Ладно, лето продолжается и наши мэджик-приключения тоже продолжаются Итак, сегодня мы отправляемся в мини-поход, ставить палатку Вот она, ее мы будем устанавливать в лесу Давайте собираться Мне прям хочется устраивать маленькие приключения каждый день Я просто как-то была в пятерочке, купила там что-то на 600 рублей И мне дали закрытый подарочек, а в нем Внутри была вот такая прикольная монетка Смотрите, какая она красивая, да? Оказалось, у них там сейчас акция «Магазин Сокровищ 2.0» Вот в этом альбоме пятерочки можно собрать большую коллекцию монет Это монета Манеки Неко Тут написано, что это известный символ везения в Японии Пусть нам сегодня повезет Мне так сразу стало интересно, что я пошла почитать, кто открыл Японию И оказалось, что первыми европейцами, с которыми познакомились обитатели японских островов Были португальские торговцы аж в 1543 году Короче, меня это прям сильно вдохновило изучать и устраивать себе каждый день что-то интересное Тем более я сама обожаю путешествовать и искать приключения даже в самом простом обычном дне Можно вон пойти в пятерочку и собирать такие сокровища, редкие монеты и еще и что-то интересное узнавать Я даже решила собрать всю коллекцию Каждый раз не знаешь, что тебе попадется, но мне удалось собрать все 27 монет Смотрите, какие они классные И у каждой своя история Это вот, например, ловец снов Асаби Индейцы Северной Америки вешали ловцов снов над кроватью, чтобы привлекать хорошие сны и защищать Вот эту монетку можно положить под подушку нашу в палатке сегодня А недавно я взяла в поездку монетку египетского аиста И мы реально в поле увидели невероятное На закате аист пролетел прямо близко к нам Посмотрите, какая красота Совпадение? Не думаю Видите, монетки еще и все разные Серебряные, золотые, бронзовые И каждая для своего Русскую жар-птицу можно положить в карман для исполнения желания Китайский дилон с драконом поможет найти дорогу к сокровищам Кельтский клевер на удачу Так что, ребят, устраивайте себе события в каждом дне Пусть даже мини Открывайте мир вокруг себя, даже если это просто поездка на автобусе в новый район Наша жизнь состоит из этих маленьких приключений Соберите вместе со мной все монеты в магазине сокровищ для игры с друзьями А также, как и я, участвуйте в розыгрыше крутых призов в мобильном приложении Пятерочки У вас еще много времени, потому что акция идет аж до 30 сентября Живите играючи, как мы, потому что в этом суть жизни Ну что, погнали собираться? Все, поехали! Уху! Ну что ж, мы приехали, и сейчас мы отправляемся в наш лагерь Пошлите, лесной лагерь Для начала посмотрите, какой вид Офигеть! Красота! Собаки пока что привязаны у нас тут Это их комната детская, потому что мы тут разложились Сейчас я вам покажу Хаус-тур В общем, здесь у нас кухня умывальная Там и туалет Я туалет показывать вам не буду Нам даже повезло, что у нас тут вот такая вот скамейка Стулья наши и прям стол Причем он здесь был Мы его сюда не привозили Просто деревянный стол, который здесь прям вот Вот, он здесь был, он тут стоит Начнем с того, что когда мы сюда приехали Здесь никого не было Здесь было пусто, очень классно, уединенно Но сегодня, сейчас просто повалил народ, потому что выходные Это наш причал, Сап И вот тут вот спуск в воду Вот так вот ты спускаешься Посмотрите, какая вода призрачная Здесь у нас была своя кухонная зона Здесь мы готовим Будем готовить мяско Ого Нормально Полез человек по веревочке Вот просто представьте, что здесь у нас ничего не было Здесь был наш гамак, вот этот вот, который висит А теперь просто приехало очень-очень много людей Здесь у нас была наша спальня с вот таким вот видом И просто понаехало столько людей В общем, наш уединенный отдых превратился в то, что я просто иду среди людей Мы не на природе, в тихом лесочке, как планировалось Просто на вечеринке чьей-то, видимо Посмотрите на этих пупсиков Пупсики лежат просто такие Я им подушки постелила, они лежат, спят вот так вот на земле И они еще и на всех лают Каждый раз, когда люди проходят вот туда, в туалет Они просто обгавкивают всех, охраняют нашу территорию То есть до этого они бы бегали без поводков, без всего здесь Если бы не было столько людей, столько еды, столько мяса и вообще А сейчас я просто переживаю за них, чтобы они не, ну, как бы никуда не уходили и не потерялись Уже не лают на людей, они уже просто люди мимо ходят И собаки просто смотрят и офигевают тоже, как и я Почему? Почему мы здесь не одни? Это же наш дом Спуск к нашему лагерю по вот такой вот лестнице Залазим, идем Идем, идем, идем Софиш, давай Вот молодец, давай Вот молодец, давай, 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 давай Смотрите, сколько тут машин, сколько тут людей Какой красивый лес Мы с девчонками пошли прогуляться в этот лес Софиш, давай, перелазь, пошли Давай, давай На самом деле камера высветляет кадр Мы зашли глубоко-далеко в лес И сейчас предзакатное время, то есть скоро уже стемнеет И мы пойдем в палатку и будем проводить там ночь И прикол в том, что вот эти все люди, которые приехали, они без палаток То есть это значит, что они уедут сейчас И мы реально останемся одни, одни на озере в палатке ночью Почему я сейчас даже в лесу вожу собак на поводке? Я не знаю, было ли у вас когда-то такое, но у меня такое было У Юми есть такая манера залазить в чужие какашки А здесь часто встречаются какашки то животных, то, видимо, людей, которые уходят в лес сделать свои дела И один раз мы гуляли, и Юмичу просто извалялась вся в этих какашках Таким образом, чтобы вы понимали, собаки метят территорию То есть они как бы оставляют свой запах А в итоге тебе приходится отмывать собаку от, возможно, даже человеческого говна, простите Ну и вообще просто, я не хочу этого А на поводке я как бы могу контролировать, куда они идут Вот, например, простите, быстро обходите И поверьте, это не самое приятное действие, как отмывать собаку от этого И у меня такая же ситуация была еще не только один раз в России, но и в Мексике, когда мы с Юмичу путешествовали Причем эта фишка именно у Юмичу, София за всю свою жизнь, сколько я ее знаю, никогда, никогда так не делала Когда мы сюда приехали, на том месте, на котором мы были, ставили палатку и вот это все организовывали наш пикник, скажем так Там просто все было в мусоре В огромном количестве мусора мы это все разбирали, прибирали Потому что просто люди, свиньи, они все оставляют за собой, мусорные пакеты, бутылки, какие-то Ну, короче, все, вот весь свой мусор они оставляют просто в том месте, где они отдыхали Я считаю, что это просто капец, кто со мной согласен, поддержите, поставьте лайк Почему? Я вообще не понимаю, меня прям бомбит от таких людей, которые оставляют за собой горы мусора Еще и не в пакетах даже, а вот просто разбросанные В основном все эти люди временные, то есть они уедут, а мы будем уже с собаками ночевать тут одни на этом озере Да? Собаки, собаки, кабаки, кабаки, мабаки Давай, Юмичу, пойдем Вот молодец, покемон, побежала по лестнице Иди сюда Вот молодец, умница, давай, спускайся Давай Дровишки собрали, которые мы прямо в лесу И сейчас будем делать шашлычок вечерний Да, Софи? Да Ты уже учуяла, да? У меня аж руки дрожат, реально Короче, мы собирали дрова для мангала Я спускаюсь по вот этой вот лестнице с этими дровами И подхожу, а у меня вот так вот все здесь муравья Они с этих дров просто на меня наползли Меня всю искусали, всю, я пыталась облиться водой В общем, они меня сожрали, просто капец Теперь все болит и щипит, отлично Прекрасно, вечер начался Просто, посмотрите на это Аааа Жесть, у меня рука начинает отекать, я это чувствую прям Болит, пипец Как будто меня, не знаю, ножами порезали Юми, нормально, королева Софи, иди сюда Они, кстати, любят вот так вот на стуле запрыгивать, на стулу сидеть Софи просто выискивает на самом деле по запаху какие-нибудь остаточки еды, крошечки подбирать Давай, взялась Вот, молодец Не жадничай, Юми, что такая жадина? Пойдемте покажем нашу палатку, где мы ее установили Итак, вот она наша палатка Вот здесь сегодня мы будем проводить ночь, вот в этой палатке Здесь мы будем спать А вид вот так-то Вот так вот Софи просто ходит такая и гавкает одна Такая, все засранцы, валите отсюда Все, уходите, уходите все Иди, залазь, залазь Вот, молодец Ой, прости Дожидаемся ночи в палатке Мы гамак растянули, смотрите, как дерево там шатается Но на самом деле оно крепкое просто, тоненькое, и поэтому так качается Тебя ничего не смущает? Может, ты не будешь мешать людям, а? И воровать у них еду, и попрошайничать Да, конечно, ходит, тут вынюхивает кусочки какие-нибудь себе подобрать Софи, ходишь по краю, по краю ходишь Ты понимаешь это или нет? Ты понимаешь вообще? Вы видели вот это вот сейчас? Просто это был эпичный момент Упала туда, как баклажан вчерашний Ну, ладно, мы обманули, он не единственный Просто не хотели с ним расставаться Опа Сейчас баклажаном станешь, Софи Все люди уехали тут вокруг ни души, ни души Просто лес, и все, и тьма Заходите А вы замечали, что у Юмичу, например, глаза всегда красные на камере, когда ночная съемка? Они намного краснее, чем, например, у Софи Софи, Софи, посмотри на меня Софи, Софи Софи просто меня игнорит Софи Видите? У Софи глаза не красные А у Юми красные Что это за звуки были? Вы слышали? Я слышу, как лает собака, но кроме собаки там были еще какие-то крики Но мы точно здесь одни вроде бы Блин, я как будто хочу говорить потише почему-то Потому что вокруг тьма, лес, ночь и кому-то не хочется разговаривать громко Интересно, из-за вспышки палатка светится изнутри Я гуляла по лесу, когда я в конце встретила женщину И она местная, то есть она не приезжая, как все туристы И она рассказала мне легенду этого места, легенду этого озера и этого леса В общем, в этом районе где-то жила влюбленная пара Парень и девушка И они часто гуляли в этом лесу вдвоем Их родители не знали, что они встречаются, что они вместе И один раз их кто-то заметил и рассказал родителям Они были молодые очень И родители были сильно против того, чтобы они встречались И они, девчонки, это и запретили С ним встречаться, с этим парнем И типа они говорили А он еще был какой-то не совсем, ну, из хорошей семьи То есть она была из хорошей семьи А он был какой-то такой разбойный бандит Ну и типа у него не очень благополучная семья И поэтому ее родители не хотели, чтобы они общались Но они очень любили друг друга И постоянно встречались в этом лесу И купались в этом озере И как-то раз они решили провести ночь на этом озере То есть она сбежала из дома ночью, когда родители спали И легенда эта грустная Потому что родители проснулись утром, а дочери не было Дочери нет дома Они очень испугались, они подумали, что она точно сбежала с этим парнем Они стали как-то там искать его родителей, искать его Но его нашли и говорят, типа, где наша дочь? Ты наверняка с ней встречался тайком Она, скорее всего, к тебе сбежала А он говорит, нет, ну вот как только вы запретили нам общаться Мы больше никогда не общались, я больше никогда ее не видел И девочку стали искать всем там поселкам, городам и так далее Все, чтобы все, кто поблизости здесь живут Рыбаки плывут на лодке, по озеру И проверяют сети, в которой они ловят эту рыбу И они достают сети, и там эта девочка Блин, капец, там кто-то где-то далеко, очень далеко где-то кричит Капец, стрёмно, страшно вообще Дни поблизости, где-то очень далеко Может, на другом берегу каком-нибудь Я там видела, вроде как костер где-то вдалеке горел Все сказали, что это самоубийство Типа, что она специально утопилась Возможно, это он ее утопил Но никто так и не знает А я взяла еще с собой вот такие карты Типа погадать Просто можно взять три карты На что было, что есть и что будет Можно даже погадать на сегодняшнюю ночь Я перемешала колоду И теперь достаем Что было, что есть, будет Итак, смотрим, что было Это картрель Кстати, блин, капец Что было, это топор Типа, как будто лес и топор Как будто это когда мы только приехали Что было Что есть, это Тоже, кстати, лес попался Какой-то олененок В кружочке В этом А, прикольно Это типа мы Дети в палатке такие В круглой Только В лесу Что будет Ну, на самом деле Это стремная какая-то карта Как будто Девушка какая-то страшная В зеркале Какой-то ангел Или что это Фу, блин, стремно Лучше меня этого не делала Теперь мне будет стремно Еще больше Я думала, что я спать буду Проснулась, потому что Собаки проснулись И злаяли И я от этого лая Просто проснулась Но я не сильно уснула Но как будто чуть-чуть Что это было Что случилось Я теперь не усну Просто уже 2 часа ночи Я не могу лечь спать Потому что постоянно Какие-то звуки, шорохи То какие-то шаги То какие-то деревья скрипят То хрустят палки Как будто кто-то ходит Вокруг палатки У меня даже в какой-то момент Просто поблизости Был где-то здесь звук И мне очень стремно Обычно собаки лают А тут они просто напряглись И почему-то не реагируют Обычно они лают А тут они такие Типа, что происходит Что происходит И не рычат даже Вы помните, да? Всегда, когда мы ночь Какую-то где-то проводим Собаки Начинают гавкать Капец Капец Вы это слышите? Это звуки воды Как будто там кто-то плывет Я реально слышу этот звук Блин, капец Он просто не дотягивается до воды И не показать ее Вот здесь спуск в воду Здесь такая лестница Вода Жесть Я прям слышу это Там реально кто-то плавает Но я никого не вижу Это справа Вот там, с той стороны Я просто слышу Как вода шевелится Как кто-то пилет Капец Вы слышите? Вы любому слышите Даже в микрофоне Потому что это ловка Вот наша палатка Блин, капец Это прям вот тут Под нами Прям на воде Прям в воде А еще у меня садится камера Там просто капец Короче, у меня садится камера И я боюсь, что нам не хватит ее Чтобы вы мне поверили Просто смотрите Видите? Красная батарейка Я просто снял Он сейчас на телефоне У меня тоже несколько процентов У нас нет зарядки никакой Потому что здесь нигде нет Ни розеток, ничего Только Софи просто спит Такая вообще Как будто ничего не происходит Кого-то это нормально А Юня прям нервничает Со мной вместе Ты слышишь тоже, да? Пока не села батарейка Я быстренько хочу сказать Кое-что Что если что-то случится И вообще Приходите в Телеграм Чтобы мы там были на связи Чтобы вы знали Все ли с нами в порядке И что произошло Я обязательно там все расскажу Смотрите 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 Смотрите